В Магаданской области стартует проект детства безопасности. Правилам перевозки детей в автомобиле будут учить будущих мам в роддоме. Об этом стало известно на пресс-конференции с представителями ГИБДД, заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта, уполномоченным по правам ребенка и генеральным директором экспертного центра движения без опасности. Проект детства безопасности действительно уникальный по своей сути и по своей системности проект, который направлен на то, чтобы сформировать у экономически активного населения, у тех, кто, собственно говоря, сейчас воспитывает детей, понимание важности и значимости вопроса безопасности дорожного движения. Причем, помимо этого, сформировать определенную уникальную привычку и такое лояльное отношение к вопросам безопасности у ребенка с самого рождения. Проект предусмотрен на систему тренингов. В роддоме будущим мамам будут проводить беседы по профилактике травматизма у детей, обучать правилам безопасности на дорогах с коляской, а также важной составляющей проекта. Стала цель убедить родителей о важности наличия детского кресла в автомобиле. В следующий день все знают, что нужно использовать детское кресло в перевозке. Опять же, обращаясь к реальным современным, молодая семья на выписке получает своего ребенка. Кресло новое стоит, как всегда, у нас в багажнике запакованное. В процессе начинают его крепить. Как закрепить, естественно, до этого никто не знал. И опять же, все заканчивается не качественной перевозкой. Мы рассказываем о том, как правильно закрепить, как правильно выбрать. По словам экспертов, многие родители пренебрегают правилом. Часто не используют детские кресла и ремни безопасности, ссылаясь на свой безукоризненный опыт вождения автомобилем. Статистика же говорит, что применение мер безопасности важно. Детское кресло для ребенка и ремень на груди, как у водителя, так и взрослого пассажира, может спасти жизнь или уменьшить получение травм при ДТП. Детские удерживающие устройства, для всех это очевидно, что они кратно снижают степень тяжести полученных телесных повреждений ребенком, ну и вообще участникам дорожного движения, которые находятся пассажирам. Поэтому, тем более, маленьким нашим пассажирам, и ни для кого не секрет, что используя его, то мы, по крайней мере, не сможем, может быть, исключить дорожное транспортное происшествие, но степень получения травм и тяжестей кратно, конечно, уменьшается. Это уже доказано неоднократно и на опыте зарубежных. На территории региона в 2020 году произошло 12 ДТП с участием детей до 16 лет. В каждом из них есть несовершеннолетние пострадавшие. В таких случаях ответственность несут взрослые, родители, либо водители автомобиля. Также опасность для детей может возникнуть не только внутри автотранспорта, но и на дороге. Школьники часто передвигаются на самокатах, велосипедах, роликах и скейтах, ходят через дорогу в наушниках, отвлекаясь на телефон. На территории Магаданской области в общеобразовательных учреждениях сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения. По словам экспертов, новая система тренингов для родителей движения безопасности даст возможность повлиять на статистику в положительном ключе и уменьшить травмоопасность детей при дорожно-транспортных происшествиях. Всем привет! Это видеоинструкция о том, как безопасно перевозить ребенка в автомобиле. А начать стоит с самого главного. Безопасно – это априори соблюдая правила дорожного движения. Скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями и не выезжать на встречную полосу. Если на определенном участке дороги установлено ограничение 40, значит, оно там не просто так. И не надо это проверять на себе и в своем ребенке. Отдельно необходимо отметить важность концентрации водительного дороги. Вы не должны отвлекаться. С новорожденным в машине всегда должен быть сопровождающий, который будет посвящать свое время только малышу в то время, как водитель будет заниматься своим делом. Что касается детей постарше, то тут надо тщательно проверить фиксацию замков на дверях и убрать все незакрепленные предметы. Потому что если вы будете оборачиваться на любой странный звук или плач ребенка даже на 2 секунды, это будет равняться 30 метрам движения полуторатонной махины по дороге без вашего контроля на скорости 60 км в час. Все еще хотите рискнуть? Сначала остановитесь, включите аварийную сигнализацию, а потом реагируйте на то, что произошло в салоне. Кроме абсолютной внимательности и стопроцентной концентрации на дороге, надо отметить, что теперь, когда вы несете ответственность не только за себя, но и за своего малыша, стоит задвинуть подальше амбиции и желание показать тот вот главный водитель. Безопасное вождение – это залог успеха. Изменить опасные привычки. Например, тормозить в пол без запаса для маневра или держать в слишком короткую дистанцию до следующего автомобиля. Хоть это сложно, но вполне реально. Еще один важный момент. Неважно, знаете вы маршрут досконально или едете по дороге впервые. Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения. Теперь, когда вы подготовлены к приему нового пассажира на борт, надо рассказать о том, как расположить его в салоне. Начнем с того, чего делать не надо. Опасно думать, что ваши руки – это самое безопасное для малыша место в салоне авто. Это миф. В машине, где каждое слабое торможение может нанести вред неокрепшему позвоночнику ребенка, важно его зафиксировать. А на это, при всем желании, мамин руки не способны. Ведь при торможении мы рефлекторно сжимаем руки, а потом отпускаем, чем можем нанести малышу непоправимый вред. Как это избежать, расскажем далее. Чтобы быть спокойным за ребенка, придумали детские удерживающие устройства. Каждое со своей спецификой для разных возрастов и размеров. Они снижают вероятность травмы ребенка при аварии на 75%. Как показывает практика, детское автокресло – это единственная эффективная защита для ребенка в автомобиле. Хотя даже оно не дает стопроцентной гарантии безопасности. Кроме того, автокресло приучает малыша, что у него есть свое личное безопасное место в машине. Важно уже при первой поездке домой из роддома использовать автолюльку. При выборе кресла надо помнить о нескольких вещах. Бессмысленно экономить на безопасности малыша и брать кресло на вырост. Оно должно соответствовать росту, весу, возраста ребенка. Необходимо избежать соблазна купить дешевое автокресло – хорошее детское удерживающее устройство – дело, конечно, дорогое. Но не дороже, чем жизнь вашего малыша. Остерегайтесь подделок и не покупайте в сомнительных магазинах. Только официалы. Перед приобретением обязательно проверьте наличие сертификата правила ЕЭК ООН номер 4404 на выбранное вами кресло. Сертификат дает понять, что данная модель соответствует требованиям по безопасности, предъявляемым к этим системам. При установке детского удерживающего устройства важно держать в голове, что у автомобиля нет абсолютно безопасного места. А мнение про самое защищенное пространство за сидением водителя – всего лишь миф. Инструкция – ваш лучший друг. Для начала ознакомьтесь с ней, а уже потом приступайте к установке. Держите в уме, что автокресло 0+, всегда устанавливается в автомобиль против хода, то есть спиной к капоту. Оттяните ремень безопасности, притяните нижнюю его часть через синие фиксаторы по обеим сторонам автокресла. Затем застегните ремень и проведите верхнюю его часть через спинку автокресла и синий фиксатор. Убедитесь, что кресло плотно прижато ремнем. Ручка кресла должна находиться в самом верхнем положении. Теперь проверяем все по пунктам. При установке нижней части автокресла плотно прилегают к сидению. При использовании системы изофикс крепления автокресла полностью защелкнуты. При использовании крепления ремнем безопасности ремень расположен верно под тем местам, где предусмотрено крепление. Система запора ремня заперта полностью до упора. Ремни автокресла застегнуты и не сковывают дыхание ребенка. Ручка кресла поднята. Помимо всего прочего, важно не пренебрегать подготовкой самого малыша к поездке. Автомобиль далеко не самое комфортное для него место. Выбирайте самую удобную одежду и не забывайте делать остановки каждые 45 минут. Не забудьте отключить подушку безопасности при установке автокресла. Помните, что автомобиль – это транспортное средство повышенной опасности. Необходимо сделать все от вас зависящее для того, чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка в салоне, а именно возить его в качественном, правильно установленном автокресле по возрасту, изменить стиль вождения на более безопасный, не отвлекаться от дороги. Важно помнить, что автокресло – это не панацея. Только соблюдение всех этих пунктов мести позволит минимизировать опасность для вашего малыша. Берегите себя и своих близких!